Привет! Вы на канале Леша в Майнкрафте. Сегодня я покажу 5 лучших модов Майнкрафт за прошедшую неделю. Если захочешь скачать какой-либо мод, то как всегда сможешь найти все ссылки в описании ниже. Подпишись! Итак, первый мод из нашего списка добавляет в Майнкрафт новые инструменты. Вот такие вот молотки, бумеранги, некоторые палочки, броню из куриных перьев и покебол. Давайте возьмем по одному элементу всех этих штук, за исключением палочек, их мы рассмотрим отдельно. Вот такие вот молотки позволяют нам очень быстро ломать. Вы можете крушить просто все подряд, но есть одно но, предметы не выпадают. Такие молотки подойдут, чтобы быстро расчистить территорию, но не получать дроп с них. Далее у нас есть вот такие вот два бумеранга. Один деревянный, второй алмазный. Отличаются они нанесением урона. Деревянный у нас наносит не так много урона по сравнению с тем, сколько наносит алмазный. Также у алмазного намного больше прочности. Ну и конечно особенность бумеранга в том, что куда бы вы ни убежали, и вы сможете повторно его использовать. Следующая очень прикольная вещь, это вот такой вот сет брони из куриных перьев. Крафт у него очень простой, нужно всего лишь куриные перья, ничего больше не используется. Выглядит прикольно. Далее у нас есть вот такой вот покебол, с помощью которого вы можете нажав правой мыши, забрать моба, посмотреть то что у вас тут находится, курица, и обратно его вытащить, то есть перенести куда вам необходимо, и там уже обратно его освободить. Также это действует на враждебных мобов. Вы можете забрать крипера, принести его к другу домой и освободить. Я забыл рассказать, что у этого сета есть некоторая особенность. Если вы соберете все 4 элемента брони, то у вас появляется 4 дополнительных прыжка в воздухе, а также вы не сможете падать быстро, а будете парить и не нанесете себе никогда урон. Но насчет прыжков в воздухе, это конечно офигенно. Ну и давайте уже наконец перейдем к магическим жезлам. Они умеют строить, ломать и добывать. Крафтятся они все по-разному, сможете это посмотреть, если захотите установить мод. Ну и давайте возьмем жезл, который умеет строить. Поставим его границы вот тут вот. Возьмем в руки жезл, нажмем правым камыши и посмотрим, что у нас получилось. У нас получился такой вот прямоугольник. Кстати, я хотел сказать то, что у меня вышел мой первый лотсплей. Если интересно, то ссылка в описании. Далее у нас есть вот такой вот режим комнаты, который делает пустой внутри. То есть вы сможете построить себе какую-то коробку моментально. Следующий мод добавляет обратно контент, вырезанный из игры из более старых версий. А также концепции и идеи, которые никогда не добавлялись или еще не добавлялись. Такие как мобы, предметы, биомы и многое другое. В игру у нас добавляется вот такой вот лед, с помощью которого вы сможете очень быстро передвигаться на большие расстояния. У нас добавляется вот такая вот рубиновая руда, после переплавки которой вы сможете сделать себе рубиновый сет и рубиновые инструменты. Также добавляется в игру вот такой вот земляной полублок, который крафтится у нас из земли. С помощью него вы сможете сделать более плавные переходы в вашем декоре, в вашем строительстве в Майнкрафте. У нас появляется вот такой вот айсвент, с помощью которого вы сможете атаковать, либо создавать лед. Не знаю зачем вам это пригодится, но возможно кому-то это будет очень интересно и полезно. Кэндл, с помощью которого вы сможете осветить свой дом и сделать это более красиво, чем факелы. Классическая земля и листва из более старых версий Майнкрафта. Ну и наверное самая интересная часть этого мода, это добавление вот таких вот новых мобов. Которые достаточно прикольные, интересные и разбавят ваш мир в Майнкрафте. Ну это вот вообще какой-то вау, ты что? Вот такой вот альфа пигмен, хьюман спавн, киллер, да, человек свинья, собственно, и хог. Прикольно. Третий мод из нашего списка очень простой и одновременно безумно полезный. Особенно он подойдет для тех, кто очень любит строить в режиме выживания без креатива. Допустим вам необходимо установить блок в воздухе. Мы нажимаем правну к мыши мешком и теперь можем с помощью этого временного блока поставить блоки необходимые нам. Если вы любите творчество в Майнкрафте, то возможно следующий мод вам понравится. С помощью данного мода вы сможете на тыкве или арбузе вырезать свои собственные изображения. Для начала переходим в верстак, берем палку, булыжник, крафтим вот такой вот резчик, подходим к нужному блоку, нажимаем правну к мыши и начинаем вырезать необходимые нам фигурки. Если вы ошиблись, ничего страшного, нажимаем опять же правну к мыши и это у нас удаляется. Давайте вырежем какой-нибудь примитивный смайлик, ну как-то вот так вот. Это еще не все, что добавляет этот мод, давайте сломаем наш вырезанный блок, поместим его в верстак, возьмем арбуз, поместим сверху арбуз, снизу факел и у нас получается вот такой вот офигенный фонарик. С помощью которого вы сможете украсить свой огород или дом. Далее у нас идет мод, который добавляет огромное количество заборов и калиток в Майнкрафт. С помощью этого мода вы сможете разнообразить свои заборы в Майнкрафте и сделать их намного красивее. Если вам было интересно смотреть это видео, то можете поставить лайк, подписаться на канал, а также написать комментарий какой мод понравился вам больше. Спасибо за просмотр, с вами был Леша в Майнкрафте, пока!